Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Дальше они рассматривают этот пакет документов И выносят решение, комиссия выносит решение Дать социальный статус Этому предприятию или нет Что дает нам социальный статус, я сразу скажу Нам это дает, то есть здесь вот Официально это предприятие Является социальным И оно может претендовать И получать Меры государственной поддержки В Карачаево-Черкесском Госуниверситете Проходит передвижная выставка Кавказ-полинер-друзья Организованная выпускниками ВУЗа, художниками Сергеем Кулешовым и Виктором Ветровым Проект начал свой путь По Северокавказскому федеральному округу Еще в 2017 году В нем принимают участие художники От каждого субъекта, входящего В состав округа Выставка дебютировала в Чечне Продолжилась в Кабардино-Балкарии Ставропольском крае и Осетии Это пятая выставка, которая проходит В Карачаево-Черкесии на базе университета От республики в проекте принимают участие Художник Халис Атаев Благодаря форуму Дни карьеры в Карачаево-Черкесии Молодежь сможет получить 500 тысяч рублей в виде гранта Участвовать может любой желающий Найти средства участники могут реализовать Свой проект, причем направления Могут быть самыми разными Об этом рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов Проживающие и зарегистрированные На территории Карачаево-Черкесской республики В возрасте от 18 до 35 лет Имеют возможность Подготовить свою инициативу В виде проекта И претендовать на получение финансирования В размере от 300 до 500 тысяч рублей Эссе «Солдатское дерево» ученика 8 класса Среднеобщеобразовательной школы Аула Старокувинск Адыгехабльского района Мурида Килба Удостоена диплома лауреата Международной выставки инновационных достижений На виду Академии народной энциклопедии Международного инновационного проекта Моя Отчизна Жителям республики доступна новая образовательная Онлайн-платформа про знания КЧР Этот ресурс позволит всем желающим, не выходя из дома Получить новую специальность Комментирует информацию советник министра по делам молодежи Расим Попшулов Это бесплатная образовательная площадка На которой каждый человек может зайти Зарегистрироваться И проходить те или иные курсы Важным, по его мнению, направлением Будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее И развиваться в этом ключе То есть человек может быть студентом Но получать важные для себя практические навыки Которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя Летчик-космонавт СССР Дважды герой Советского Союза Генерал-майор авиации Владимир Дженебеков Принимает поздравления с 80-летием Командир корабля во всех пяти своих полетов За 30 лет этот рекорд лишь однажды повторен Но не превзойден Во время пятого полета Владимир Дженебеков сделал уникальное открытие Обнаружил явление периодического Произвольного переворачивания тела Без каких-либо внешних воздействий Вскоре этот эффект движения в невесомости Назвали его именем Владимир Дженебеков Несколько раз бывал радушным гостем Черкеска Первый раз встреча жителей С Владимиром Дженебековым Произошла 18 июля 1978 года В Зеленом театре парка и культуры Зеленый остров После его полета в космос В Золотом фонде радио хранится Двухчасовая запись беседы Владимира Дженебекова Он рассказывает о полетах в космос Явлениях и событиях Свидетелем которых он стал Дело в том, что вид нашей Земли Из космоса очень красив Вид самой Земли плывущей В какой-то тишине Очень молчаливо плывущей под тобой Плывет она очень быстро Но скорость перемещения Можно сравнить Со скоростью перемещения Земли При полете на самолете Вот такая примерно скорость Нужно хорошо знать географию Иначе ты не успеешь Даже и сориентироваться Где ты идешь Ну видны крупные ориентиры Там материки Но для более детальной привязки Нужны конечно более глубокие Детальные знания о географии Солнце меня привело как-то в восторг Особенно вот с одной стороны станции И когда восходит Солнце Солнечная панель включается в работу И начинает ориентироваться на Солнце И вот в момент вот этого поворота Появляется фантастическая игра красок Вот на самой этой панели Ну и сама Земля здесь совершенно разная И Солнце разное Это нельзя передать словами И наверное нужно посылать туда Профессионального художника Чтобы он хоть что-нибудь смог запечатлеть В республике продолжается период Наивысшей активности клещей Являющихся переносчиками Различных инфекционных заболеваний На сегодняшний день Официально зарегистрировано 28 случаев укуса клещей 12 из которых дети до 14 лет Пострадавшие жители Карачаевского, Хабецкого, Ногайского, Малокарачаевского И Абазинского районов С целью снижения риска заражения Населения инфекциями Органы исполнительной и муниципальной власти Продолжают мероприятия По обработке различных территорий Органами Пенсионного фонда России По Карачаево-Черкесии Одобрены выплаты на 4 тысячи детей От 8 до 17 лет Комментирует информацию Руководитель прислужбы Отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова В органы Пенсионного фонда По Карачаево-Черкесии За первые 10 дней мая Поступило более 15 тысяч заявлений На сегодняшний день Уже рассмотрено и одобрено Порядка 2,5 тысяч заявлений На более чем 4 тысячи детей Этим семьям Уже с 11 мая Начали поступать первые выплаты Сразу за 2 месяца Апрель-май 99% заявлений Было направлено дистанционно Через портал государственных услуг Еще 24 заявления Поданы в многофункциональные центры И 53 в клиентские службы Пенсионного фонда Которые продолжали работать Все праздничные выходные дни мая В Карачаево-Черкесии Пройдет второй чемпионат По скоростному бегу малышей Самые юные жители республики В возрасте от 7 месяцев до 3 лет Примут участие в самом грандиозном Спортивном событии для малышей Лялькин Старт Впервые состязания прошли Несколько лет назад Они набрали огромную популярность Среди жителей нашей республики Это стало очень ярким И запоминающимся событием Юные спортсмены будут состязаться В нескольких номинациях При распределении детей В возрастные группы Будет учитываться уровень Их физического развития Синоптики спрогнозировали Окончание периода аномального холода На Северном Кавказе Холодная погода С температурой ниже климатической нормы На 4-5 градусов На юге России И в Северокавказском федеральном округе С сегодняшнего дня Начинает меняться По-настоящему весенним теплом и солнцем По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Завтра по Карачаевой Черкесии Ожидается переменная облачность Преимущественно без осадков Ветер в западной четверти 5-10 метров в секунду Температура воздуха 20-25 градусов В горах местами до плюс 16 В горах республики свыше 3000 метров Лавина опасна В Черкесии без существенных осадков Ветер в западной четверти 5-10 метров в секунду А столбик термометра поднимется До 25 градусов Это все новости к этому часу С ними вас знакомил у Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Уважаемые граждане Доводим до вашего сведения Что на территории Карачаева Черкесской Республики Работает Госюрбюро Оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам Относящимся льготным категориям В случаях и в соответствии с федеральным законом О бесплатной юридической помощи В Российской Федерации Вы можете прийти на личный прием В Черкесске по улице Красноармейская 33 Обратиться по телефону 28 00 56 Или оформить электронное обращение На сайте губкчр.ру Вы слушали радио России Карачаева Черкесия До новых встреч!